заходи братца заходить это простая свою воду то там а то застынет на улице сейчас он сказал вытащит заходите да какая дверь-то нарушил мир дома сему с миром прямо а счету его так много тут все покупал покупал это все покупал данных кистью православие все покупала то сюда мы не знаю у него спросить он говорит что все два три четыре пять шесть семь восемь я хочу вам столько как это так ну вот эти дрова мы ему привозили вот они почему покупали он делал рассчитался барнауле покупали вот его лежанка вот у него интересно духовка наверху сделано первый раз жизни вижу духовка на уровне головы а что то это вместо стола зеркало да вместо столешницы чтобы на себя смотреть какой то есть не объелся ли вон в том углу у него там дырка за это что стол то вы в такой высоте не знаю что то ли что у него у него этого не было здесь там видимо обедать садится это картошка у него печка холодная конечно картошка то вареную так я ему привозил мелкую картошку огурцы это ему брат привез огурцы родной его он там он кукуруза видно что ел он это в мороженое собирает варит и ест ее потом подвижник настоящих процентов насилия мы еще приехали так тебе ты мерзли шара здесь как замерзну так топлю а сколько у температура здесь утром а у меня на полу градусник там даже шнадцати доходило мороза но как же ты спишь при таком а то тебя счет туда залазить можно дока это сейчас все за это заделали чтоб тепло было ну-ка холодно же так почему на стекло то одинарное двойное такое двойное там что и стороны тоже да это так она не приспособлена на зиму ты избушка это ну летние летние холодно тебе мы приехали по делу ты сейчас собирай все вещи и до весны уезжаешь у сергея будешь жить чтобы ты только слушался и там рядом приехать на занята на службу все а здесь все закрой до весны в машину наняли приехали забери все остальные баклушки поехали сергею пупкову у которого ты ночевал ну ну все к нему переезжаешь до весны там будешь жить тебе место там нашли все государственное там и помыться есть быстро собирайся но только дай слово что ты больше его слушать все как хозяина так я же наделал ясно то тебе обещаешься обещаю быстренько собирайся дружок давай я бы ехать так вообще есть бери одежу чтоб переодевать себя было все забирай ну-ка подожди-ка поверните я тебе еще две бляхи подними руку ведем как я не знаю это первая твой советская армия это царская советская и советская сарска но сарска он выше сделал правильно давай давай дорогой у меня фотоаппарат у тебя застыл у тебя ключ от дома есть запереть дом ну кое-как открыла но снаружи там запирается не нужно снаружи тут и важно главное дров на много а угля то у тебя нету а я углевый топлю все есть у тебя вода где были все чтобы это не было давайте быстрее ты-ка собирайся машину-то наняли некогда ждать ты сергея знаешь он хороший ну когда ему где надо помогать там за собаками убрать 4 любишь на ясно делаю никак я сергею поговорил он сергей-то хороший ты на занятиях будешь как среди недели ты на службе и помыться ездить тепло черку то возьми сюда перетащи убери с дороги ты вон туда да может он туда падает упадать вверху эту убери вот эту перейти висок дверям этом дрова никита вот эту ну убери с ног туда еще с молоком тащи но хорошая болванка у тебя какой-нибудь веник то есть нет а вон то вон мне нравится смолистый хороший запах это тебе не этот как он там пластик которого это такой полезный а вечером когда ложись у тебя какая температура да я говорю у меня на полу он градусный ты не смотрел? ну уже ж нацать мороза ну а вода то у тебя застывает давай быстрее забирай вещи ты застывает морозы только начались ну да сейчас морозы сейчас по 30 градусов будет даже 30 с лишним до сегодня бери чтоб сюда больше не ездить до весны если еще забудешь тут ничего не сделается бери одежду чтоб переодеться там постираешь сам я не ожидал что так у меня фотоаппарат на улице так холодно как николай кручина согласился я звонил Сергей не мог завести машину но не знаю в машине наверно сидит этот С Андреем поговорили. Андрей тоже не мог завести. Температура такая. Я поневоле вспоминаю, как Гитлер под Москвой-то проиграл. Застыли танки-то у него? Василий, а откуда у тебя столько истину православия-то? Так я выкупал у вас. Вы покупали, да? Да. А зачем вам столько много-то вам? Ну и хотел раздавать. Какой-то молодец. Так это дорого. По 500 рублей. Это 4 тысячи. На 4 тысячи истину православию. Смотри. У него полочка такая хорошая. Для слова Божия, нет уз. Это самый грелостный ученик у меня. Кисти у православия, которые опрокинуто лежат. И вон, у которой 3-х томник. А там 3-х томник первое издание. Говорит, покупал. 9 штук кисти у православия. А? 9 штук у него кисти. Даже 9. Вот 9. Там, видимо, старый экземпляр. И перо у него. Я люблю перышки. И часы. Так, картошку-то забрать надо. И сухари. А то он, видимо, завтракать цель. А только она вареную. Ну, возьмешь там съешь. Я тебя вареную возьму. Василий, я тебе в кастрюлю в одну свалю, ладно? Не, она в пакет. В пакет. Ну, давай в пакет. В пакет. В пакет дай мы пока сложим тебе продукты. А я дорогой взял тебе картошку, рыбу, покормить тебя дорогой. Твой почерк был. Думаю, то ли есть у тебя, то ли нет. А эта вода у тебя не освещенная такая, да? Да. Но на банку не разорвет это же? Нет, не разрывает. А? Нет, не разрывает. Ну все, я не знаю, вода замерзнет, ничего. А что там у тебя? 12 бутылей, что-то под 80 литров. Две фляги. Это какие? Ну, 10-литровые двери. Стеклянные? Да почему? Пластмассовые. Ничего не будет, по-моему они не лопаются. Нет, нет, ничего не будет, да. Так, пойдем. Тебе еще надо взять с собой это, возьмешь книжки две. Продержи, чтобы он близлез. А то он сейчас будет долго. Так ладно, это лишнее там двое. Помоги. Главное, духовка у него где. Я сейчас посмотрю, как она у него. Ой-ой-ой. А что же она у него? А туго она, к верху рукой. К верху, к верху надо. К верху рукой. Давай-давай. А так внизу тащите ли кверху? Кверху, кверху. 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 Оооо. Теперь надо разгадать, как она у него едет. Сейчас я пойду разгадывать пешку. У меня интересная какая-то. Значит так она идет у него. Идет к верху. А тут еще нету тут. Тут одна вьюжка у него всего. Да, одна задвижка. Они тут только летом жили-то. Летом. Ниже этой не идет никуда. А там бы прочистка или что там сделано. Нет, просто так стоит. Да, просто так. Он сразу поднимается. Духовку охватывает. Вот здесь проходит. Вот здесь вот он идет. Вот так вот. У тебя обувь какая есть, нужна там запасная. Возьми мешок. Такая обувь. Валенки и... Ну возьми, Даша. Валенки. В которых я в церковь ходил. Давай, давай. Бери. Потому что ты будешь до весны, пока не будет тепло. Там только живи мирно, чтобы тебя никто не выдвинул. Так ясно делаю. Вон идет. А то бывает так, квартиран отпустишь, да и пожалеешь. Ну вроде все. Ну все. Давай, сбегайся. А у тебя в железной посуде воды нету? Вроде нету. Ну ладно. Тогда все. А что тебе это пакет-то? Давай посуду брать какую? Нет. Посуду брать. Нет, не надо. А там есть. Не надо. У него есть. Так идем. Выходи. Так. Теперь скажи, как эту картошку-то забрать? Крыс не кормить. Пакет есть какой-нибудь или сумка? А. Пакет давай. Какой пакет? Все, все. Сейчас уже. Заходи, Николай. Заходи. Теснок. Теснок надо забрать. Поехали. Что взять? Теснок надо забрать. Давай. Николай торопит. Давай. Сапоги вон. Не обрушить эта плитка слева. Куда? Музыку там взять. А что? Куда он там? А, сумка. Что у тебя там? А, это, чеснок. Чеснок. Это хорошо. Давай еще что-нибудь. Давай сюда сложим картошку-то. Да-да, конечно. Там сразу вымалишь. Там сразу картошка, чтобы не пропала, ты ее вымалишь. Так, подожди. Слухари-то как. А у него замочены они? Нет. Замочены, замочены. Вот с чашкой вместе поставить. Там вы пояс. Огурцы. Огурцы. Вот при этом у него все. Все, можно нам выносить. Так, вот это смотри, сухари пропадут. Сухари сюда же. А, в сумку? Вот это все. Так, посели. Я думаю, это грузить уже можно. Да-да. Ладно, я пошел пока. Давай, брат, чтобы Николай там не зубал. Так, все, выходим. Ну что, брат, все вроде, да? Да ножки взять. Ну, постираешь, у тебя запасные будут, это неплохо. А там у тебя счетчик. Ну, хорошо, ты... Тут, чтобы никто не зашел, а то будут жить и накрутят тебя. Тут электричество на зиму отключают, у него нет электричества. А, костюм-то будешь брать вот этот? Хороший. Да все, хватит. И за сколько ты купил эту... За 150? За 60? За 150 тысяч. Хорошо. Летом-то можно, а зимой-то холодно. Электричество на кабель где-то проводить. Ты много не набирай, Василий. Все, хватит. Давай быстрее, ты как копаться не будешь. Полотенцем взял бы. Все, это хорошо. Дожки бери. Все. Давай, я вот это возьму. Да я возьму, кого-то. Все, выходим, закрывай. Все, пойдем, брат. Так, тут больше ничего не трогай. Тут только прикрой сколько, а дальше снаружи закрой. Замочек. Давай мне... Сумку мне давай какую-нибудь. Да сумки они легкие. Нет, давай, чтобы тебе руки заняты были. Ой, не заняты, чтобы ты закрыл мог спокойно. Все, давай. Все, рукавица, ага, возьми. Все, пойдем, а то Николай там ждет уже. Ну вот. Ну вот. А тут у него верандочка. Тут вот вещь еще он не разобрал. Вот вот, как-то заморожено стоит. Ну что, брат, пойдем, а то время-то идет. Все, это оставит все? Все, все, оставляй, да, пойдем, а то это... Николай там ждет он уже. Ему он торопится же тоже по своим делам. Ехать там куда-нибудь. Ну все, пошли, брат. Документы взял, все? Документы возьми. Паспорт там нужен. Вдруг пригодится еще. Там тоже пенсию получать. Пенсионная, там все, как-то, все. Все? Ну все, пойдем, брат. Ага, ну все, пойдем, закрывай. Можешь, вот, часы забрать свои. Будем просто батарейки вытащить, да и все. Да, во-первых, часы и возьму. Это можно было бы в машине сделать. Давай, да и все. Парень, это жду. Клади все. Да, это ключи. Угу. Все, закроешь потом, брат. Пойдем, брат. Жду точно. Все, закрой. Я же могу не закрываться. Ну ладно, все, 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 пошли. Здесь, главное, закрой. Здесь у тебя замок. Так, а рукавицу я забыл. Все. Достой, какой-то, да? Да, конечно. Да, конечно. Да, уже в тороплю и так, кто одно забудет, то второе еще нет. Афери, пора ехать уже. Рукавицу чуть-чуть не забыл. Возьми сумку у него, брат. Где? Взерь весь. Вы закрываетесь, я подержу сумку. Все, пошли. Все, взяты. Ладно, на одну петлю только. 150-й дом. 150-й дом. 150-й дом. Давай, он зафигурок, берите, тяни. Это сейчас знаешь, сколько будет продолжаться? Да идет, идет он, идет. Иди залазь. Я сказал, так ты здесь. Садись. Куда садись? Садись, садись. Назад, назад, назад садись. Иди сюда. Сюда, с той стороны. Залазь, ты залазь. Ты залазь. Не запрещай, Володя. Садись ему, передашь. Побегайся сюда. Василий, быстрее садись. Так, отдавай ему. Давай, пристегни, пристегнись. Чтобы не застой. Дорогу всю покажи, какая дорога. Крепко держи только. Николай. Пробер, Николай. Ну что? Назад, ехать, нажать, нажать, нажать. Иди назад. Я тебе короткую дорогу хотел. Да это мне с вашими короткими дорогами. Да зачем кругом ехать-то? Да конечно, мы легких путей не ищем. На трассу не выйдем, все снимай. Ну вот же машины ходят. Машины ходят. Она гораздо короче. Зачем выехать? Нарываемся с боем. Вот здесь, говорю, вернулся и назад. Вот здесь. Николай. Василий. Здесь бы он развернулся. Вот здесь. Вон он, где она, за короткую. Да что бензин-то отжечь? Да что бензин-то отжечь? Так, едем. Нет, ничего. Пусто. Пусто день. А что зимой тут делать? Нечего делать. На выходные приезжать. Неверующим. Верующие на выходные в храм ходят. Елка с блестками остатки. Простества. Празднование. Улица Кленово. Машина интересная. Беловаль какой-то. Лавал. Почти как навал. Вот она, Россия. Малушка. Вот она. Улица Нагорная. Почти как Нагорная проповедь. Когда я первый раз искал, я нас осознал. Да, мы с Володей, когда пешком пришли, аж сюда пришли. свернули низ туда по улице, а дальше мы не знали, куда искать. Не было никаких данных о нас. Мы обратно не вернулись. А так-то близко пришли. Тут река течет. Летом, весной. Семпература где-то под минус 30. Все активно топят дома. Собачка. А с собаками? Какая разница? Они бегают и в тепло. Вот это мы сейчас будем ехать. Это все. Василий пешком преодолевал весь этот путь, где мы едем от его дома. Он шел пешком в храм Барнаул. Вот так, как Лев Толстой свои уже последние годы любил пешком ходить в день по 20 километров. Ну, Василий, конечно, не Лев Толстой. Конечно. Их не писал, не размышлял. Ну, Василий православный Лев Толстой ударился на какую-то гересь. Памятник Великой Отечественной войны. Сейчас будет этот... Тут были герои самой Сибири в канале их воевают туда, на запад, на восточный фронт Гитлеровский. Все это Василий пешком смиренно шел. Так бы Василий мог взять типа Евангелие в мешочек за смену. Ну, и заходил сюда Евангелие людей встречных просвещал светом истинным. О, не вышло. Mana? Мы и Transportation создали четыре стол слух� каждой слух. А здесь même скринно позволительно За... Слышка находится средняя школа, где обучаются дети. А за ней вот находятся вышки. На вышке стоят передатчики. Пусть признаем, что это 3G, 4G передатчики. То есть 3G, 4G передатчики. То есть 3G, 4G, 3-е поколение, которые передают радиосигналы. Мобильная связь, интернет-связь. Некоторые считают, что эти передатчики каким-то образом влияют на поведение человека. Вот тут строится храм пророка Ильи. Вот тут написано, помогите пророку Ильи, пророк Илья поможет вам. А как поможет, вы рассуждали, чем Илья прославился? Илья очень хорошо истреблял всяких еретиков. И как может помочь Илья, чтобы снег упал? Снег, говорю, огонь упал. Какое-то собрание еретическое, ну, это не того духа уже. Ученики Христова тоже Христа просили. Только скажи, говорит Христу, мы огонь изведем на это селение, которое тебя не хотели принять. А Христос ответил, а вы не знаете, какого вы духа? Христос пришел не с той целью, чтобы уничтожать, а призвать к миру. Ну, это храм пророка Ильи. Больше можно что-то из этого взять. Мимо ревности. Больше надо. Прошло 29 минут, но мы уже возвращаемся обратно. То есть неплохо управились. Поля с Василием. Ну, это благодаря тоже Игнатию Тихоновичу. Смог поторопить его, чтобы он скорее собрался в дорожку. А так бы пришлось бы еще, может, сдать. Вот знак. Главная дорога. Вон там монтажник. Все, садоводство тут разное. Вот она дорога. Вон, раскинулся до горизонта. Красивый участок. Нотежный поселок Василий. Я бы снял, может, другое окно. Там заледенело, могу только вперед снимать. Хорошо. Вот так вот. Вот, конечно, у Господа все продумано. Трудно предсказать, чтобы апостолы могли, проповедники, в какую зиму, где-то перемещаться в России. И, если бы она была заселена, конечно, в это время. Да, мы право поворачивались. Вот. Найти хорошо просили. Да. Налево дальше. Старый мост. Старый Голд. Старый мост. Старый, как говорит, там где-то. Понять зараза короче. Вася сидит. Слова Боже. Там пропаганд. Там все. Ну, типа крути зная какая-то. Это, видимо, солнечная батарея. Стоят. Все, слава Богу. Продолжение следует vaccine. Продолжение следует...